здравствуйте в гостях сегодня в студии у нас анатолий баранов как день наверное ну какое время суток будет доброго времени суток доброго времени суток до анатолий баранов это можно сказать мэтр отечественной журналистики мосрум портал форум социал за канал в журналистике профессиональные так понимаю с 80-х годов советских годов до номенклатура 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 но и соответственно поговорить я думаю надо поговорить о том что сейчас какие дни сейчас дни когда все вспоминают кто-то с сожалением кто-то с радостью советский союз 30 лет вот в эти даты исполняется тому как был разрушен ликвидирован советский союз а мы все оттуда выходцы и хотелось бы поговорить именно на эту тему не поуху тяхать что такое было советская система что такое был советский союз какой отпечаток он накладывает на нынешних на нас с тобой что он сделал не экономические а ментально ментально исторически какова его роль если брать штамп пропагандистки советских времен как вот речь шла воспитание нового человека что он сделал ментально но у человека сделал на самом деле вырастили и причем касается не нашего поколения а и предыдущего четыре поколения можно зиновьев помер давно участник войны он же называл себя гомо советику да ну на самом деле уже я думаю уже приживается термин запущенный где-то вот примерно из наших краев вот ими виртуальных наших краев советская античность или новая античность это интересно очень то есть ты что такое античность для ну древняя или ветхая это то на чем стоит современная цивилизация по крайней мере европейской за ацтеков не скажу но и европейская и арабская до всемирная за все это стоит на вот на этой основе которая имела начало и имела конец вот она закова можно назвать вот она закончилась да все средневековье прошло под маркой возрождение римской империи какие только придурки не создавали римских империй ну вот начиная с юстиниана там как карлом первым карлом пятом там я не знаю фридрихом барбароса и кончая адольфо лаизычем гитлер надо еще и как-то наполеона сюда кодекс наполеона это развитие вот как раз римского права на стоит на греческих законах до империю создать она у людей получалось но только это уже был другой это был не рим это был не рим он повторю он закончился но на его наследие в общем-то возникла целая огромная цивилизация которая в той или иной степени в меру своего испорченного понимания что-то адаптировала что-то нет что-то верно адаптировала что-то с гор громадными искажением и почему ну понятно почему потому что ну прямо с искусства все эти замечательные творения фиде этом других мастеров к нам как они попали они попали с помоек то есть они были из религиозных соображений как идолы там не были отбиты нас и причинные места их закопали где-то но потом уже где-то начиная с века 18 их начали потихоньку откапывать отмывать восстанавливать руки некий сама фракийской никто не приделал но тут как-то восстанавливать такие не белые вошли в нашу культуру вот эти вот фантастические мраморные статуи которые во времена античности не были белыми их раскрашивали естественные так сказать цвета да и на сам краски стерлись а руки-то действительно отбили на беру и сайлево этих скульптур да вот это это борьба с идолопоклонством было раннего христианства да это бы мы это были дал и считалось что ты их надо вот как-то там уничтожить с глаз долой убрать вот ну и вот 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 так же примерно дошло и все остальное основным источником знаний там о письменной культуре что стало александрийская помойка вот много там несколько столетий вот на эту помойку все выбрасывали а потом как сказал маяковский роясь в нынешнем окаменевшем дерьме откопали целую культуру вот почему я так подробно об этом да потому что нам дуракам повезло мы сами живы еще помним как это было вот уже на украине сейчас вырастет поколение которое не уже не будет помнить как памятники ленину и другим вождам той эпохи как они выглядели как они стояли они их уже уничтожили вот тут важно заметить что именно ленин создал современную украину такой момент не совсем так но мне так кажется что вы соединение украины с россией произошло немного раньше сам термин украина он возник все-таки во времена речи посполитой как административно территориальная единица речи посполитой там со своим гетманом и так далее само слово украина возникла еще раньше может быть границ были была рязанская украина в древнерусском государстве украина окраина ну чё говорить их было и там сербская край на это славянское слово вот а что касается ленина он дал этой исторической территории статус собственно союзной республики вот это вот да не дать и как и другим собственно и белоруссии вот это не дать не взять а продолжил это дело товарищ сталин когда это мы уже к суверенитету украины белоруссии россии когда после войны образовалась оон в оон как член и учредители вошли российская федерация украина и белоруссии это почему в вискулях то назарбаева не позвали не надо было надо было чтобы вот эти три руководителя подписали правильно вот это бы было достаточно и когда мы вот на это смотрим нам понятно а вот уже кто-то помоложе будет хлопать глазами и него не понимать что за бссср как вот а это знание это знание которое почему желательно передать потому что потом а будут рвать волосы на всех местах во вторых все ошибки и преступления которые произошли за 70 с небольшим лет советской власти они будут повторяться и воспроизводиться в истории именно а это совершенно не нужно это никто не хочет я на сто процентов уверен что будут возникать будущей истории проекты какого-то восстановления возрождения воссоздания все это будет уже другое это будет не ошибки будут те же ну а а зачем зачем их совершать ну и потом даже нам сейчас четко понимать вот просто понимать что это было как она была как она работала почему она работала ведь при создании советского союза даже у его создатели были искренние сомнения в том что это будет работать возьмем товарища троцкого который в общем искренне совершенно сомневался возможности у построения социализма в отдельно взятой стране я уже не из вредности сомневался вполне доской тю маркса читал вот если вернемся к основоположникам тоже как это по марксу вроде бы должно было это все происходить в индустриально развитых странах она произошло в стране такой полуразвитый более аграрный до больше не то слово более аграрный что такое ленинский нэп это уже в период как бы социалистического строительства достройка недостающих элементов капиталистической системы от которой и надо было строк по марксу уже плясать дальше то есть вот плясать надо было от печки но печка была немножко не достроена я надо было достроить но на самом деле он преодолевал таким образом голоду дефицит там чисто экономическая была так это прямое голод и дефицит это не не основополагающая часть голод и дефицит именно и возник за счет того что в тот момент капиталистический рынок в разоренной после гражданской войны россии не работал дачу там ни одного исправного паровоза не был вот его надо было восстановить чтобы потом приступить к социалистическому строительству я напомню большевики приступили к нему не сразу опять же надо вспоминать тут часто спросишь кого-нибудь тут же все обобществляли жен всех за расстреляли и загнали в колхоз заставили работать за трудодни и все это в семнадцатом году и царя еще расстреляли большевики вот вот примерно так это будет выглядеть на самом деле ведь социалистическое строительство только началось с первой пятилетки то есть до этого происходило какая-то административно-хозяйственная деятельность уже при полном тушку при полной попси власти большевиков это тоже так никто вот но это же надо знать учить это иногда это кажется скучно ушло мы будем там рыться там кто там какой еще совнарком и зачем там какой-то цурю по после сразу еще во время даже гражданской войны там создавал госплан чтобы к 32 году вот появилась система планирования потому что опять же шить за социалистическое хозяйство без системы планирования с другой стороны она была крайне совершенно вот сегодня вот сегодня при наличии компьютерных технологий это конечно задача более решает а тогда это был некий такой дейный прорыв на самом деле который над которым потом много смеялись в том числе но чего не смеяться если что-то такое отрекламировано но работает плотно не знаю история показала как раз эффективность каждой мирования в масштабах страны конечно масштабах страны лично эффективно но до каждого гвоздя а да не забегал это и ошибка ну вот это не ошибка это несовершенство то есть здесь теория забежала впереди прогресса немножко да именно вот это это даже не я придумал я все-таки работал помощника считая себя в какой-то степени учеником москлюков который возглавлял госплан вот госплане я не работал я позже с ним работал но тем не менее его так вот как какое-то видение этого всего воспринял воспроизвожу и вот таких вот значимых осколков вот этих вот воспоминаний о будущем их множество и сегодня если уже наши эти самые я даже вот пошлость скажу только что у нас приняли масштабные изменения в конституции ну ладно ребята но вы приняли там через коленку ну так теперь отвечайте за мазар вы официально признали советский союз вот этой нашей основой на которой произросла российская федерация правоприемником признали себя так соответствуйте этому я уже в свое время шок произвел на центральном телевидении меня не полюбили когда кому-то из даже депутатов сказал что по-моему саша хенштейн я не хочу даже здесь вот как-то сталкиваться говорю ребят но вы вот все говорите говорите за 30 лет вы хоть раз одну гвоздику к могиле основателя вашего государства догадались положить а сколько плевков нет не от этих людей нет там люди по сдержанию это не пошлость то что вы сейчас сказали это совсем не пошлость а тогда простая вещь то есть у нас как бы на красной площади на самом почетном месте лежит основатель нашего государства первый руководитель советского правительства который высота и из этого что-нибудь проистекает нет из-за этого проистекает только постоянное желание кого-то на этом месте я не знаю что открыть баню там или еще что-то кабак я слышал последний до а куда смотрит товарищ бастрыкин но сейчас они начали пинать тему лебедева за мощи и кстати за мавзолей за вернее за мощи ленина как он высказался хотя это ни разу не мощи совершенно другое но вопрос не в этом куча народу отметились открываешь конституцию и открываешь дело за покушение на нарушение конституционного порядка кто-то кого-то там назвал как-нибудь в основа основа основ конституционный порядок откуда оттуда наплевали на это дело но измените ребята ваши плевки придется вытирать я не призываю как он кстати ну конечно не призываю никого сажать или что-то но отметить что так нельзя поступать еще и почему прошу это же плевок в себя буквально плевок в себя всех у нас есть предки в той или иной степени все равно они связаны с той эпохой с той реальности чуж на их памяти на их могилу плевать вы лучше изучите почему было так почему было принято решение вот таким образом похоронить руководителя государства что за этим стоял стояли ли за этим работы богданова ну того который в шахматы с лениным играл который кстати говоря создал институт переливания крови в минуточку и сам погиб ставя эксперимент лично на себе ну там ну да на себе но тоже все тоже ошибся да тоже лишь там была теория омолаживания о а так она была же не только у товарища богданова вообще европейская такая лида было в то время было очень вообще на теория создания нового человека в биологическом связь в ходу а вот и даже не только это связано с германским нас уже да у нас тоже страшные эксперименты ставились теория разрабатывались который пожил в швеции берем берем швецию где тоже никакого фашизма там не было никакого коммунизма там не было по предписанию врача если у вас антропометрия не соответствовало идеальным представлением так сказать а раз вы чистоте вала вас просто кастрировали медицинским образом а вот интересно или каком году они так чудили думаем в 300 пожалуйста это известный исторический факт повторю это был просто такой тренд европейской медицине европейской биологии естественно мы здесь нет не остались в стороне конечно никаких экспериментов как доктор менгеле по замораживанию военно пленных там или там близко ничего не было хотя заключенных хватало но все-таки хватало и чего-то в голове и сердце все вот что происходило в это время как чем люди руководствовали чем руководствовался с барский когда создал технологию вот сохранение тела тела ленина почему пятьдесят третьем году старенького с барского притащим потащили по делу врачей хотя он никакого не имел отношения ни к врачеванию не велик лечь санупру допустим почему надо ли это все знать вообще желательно потому что история она как бы здорово прессуется и вот за эти 70 лет произошло действительно прошла целая эпоха которая оставила после себя огромное количество материальных свидетельств и удивлен в нашей вот этой вот богом спасаемый российской федерации которые себе на грудь табличку жерель из муравьиных яиц повесила что вот мы наследники и правоприемники ребята а где у вас институт изучения ссср наследие как абсолютно точно где он у у вас есть замечательно но они от ельцина историю то отчитывают от ельцина отчитывают а в конституции от ленина отчит правильно потому что до ельцина вот почему то что то еще тут было и сам ельцин кандидат в члены вернее руководитель первый секретарь московского горкома партии все таки уж а вот уж где номенклатура это первый секретарь сверловский сверловский да вот у меня достаточно богатая партийная карьера мощная более продолжительная чем анти партийно да 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 вот он тушь точно из той эпохи и мы вот на это смотрим и не понимаем почему а потому что нам негде все это я вот вернусь вот был музей революции в москве в бывшем английском клубе сейчас это музей современной истории россии я не брошу туда камень там новую но уже относительно уже лет на 6 она директор очень деятельная очень молодец которая расширила с какого года давненько там него там с какого года они отчитывают все по-честному там по современная история то есть это вот даже еще немножко до революции то есть вот современная история потому что был момент когда они вот буквально то затащили автобус или троллейбус расстреляли отсчитывали от этого но такой оля ельцин центр я на этом автобусе стоял свое время но не с этого брошу его убрали давным-давно там роза морали красиво началось не с этого это был этап вот это вот самое важное но там повторюсь там происходит нечто другое там идет кстати говоря и исследовательский процесс это большое научно-исследовательское учреждение но там не изучают прицельно античность советскую античность там вот это вот идет как некая единая линия современной истории где так немножко голубом по европам вот был был царский режим вот была революция гражданская война комсомол и первые пятилетки гулаг отечественная война это святое вот святое где-то там начинается а потом и потом все это есть но когда видишь материалы ну очень легковесно учиться поэтому невозможно а института неважно как его назвать фондом институтом музеем там я не знаю клубом именно изучение советского наследия более того с формированием каких-то аналитических документов каких-то рекомендаций вот это наверное самое главное должно быть при правительстве история должна учить это должно быть при правительстве потому что что такое это вот исследовательская точка на должна прежде всего учить и давать какие-то рекомендации примеры кто у нас сейчас знает что такое хозрасчет с большим трудом а уж то что впервые хозрасчет был применен в гулаге не знает точно сейчас никто кроме узкопрофильных историка вот-вот гулаг оказывается там хозрасчет впервые был введен сильно до войны вот почему потому что в какой-то момент пришла государству голову мысль что это не концлагерь у нашим а вот сталинские концлагеря если у нацистов были лагеря смерти лагеря уничтожения но под тем или иным признакам евреев душевнобольных гомосексуалистов там еще еще и цыган там то тут никаких разовых чисток не было и везде задача была перевоспитание ну как это получалось все прекрасно в общем-то в кино видели да там сурово жестоко и иногда неоправданно жестоко прям скажем но задачи ликвидировать несколько миллионов человек как у нас сейчас любят говорить ну потому что душевнобольных в руководстве советским союзом почему-то не было ты хочешь перевоспитываться основной инструмент как тебя перевоспитывать трудом что такое про труд он должен быть производительным он должен признать приносить реальную пользу государству и в том числе приводить вот этого вот человека трудящегося ну там к осознанию чего-то пожалуйста москве улица свободы она ведь не в честь чешского генерала она в честь тех людей которые после строительства канала получали свободу беломор канала никакого беломор канала имени москвы канал именно мама он назывался канал москва-волга и товарища стада канал имени москвы он был уже брежневские времена нет я понимаю но эта система то общая вот все вот строю и так далее эта система вообще туда граммор канала это общая система канала канал строй канал строй канал строй до сих пор в начале улицы свободы есть целый здоровенный квартал сталинской архитектуры это дома в том числе там есть кстати памятники архитектуры это дома канал строя вот там жили ну как и понимаю руководящий инженерный состав на часть этого руководящего инженерного состава начинали свою карьеру зэками правильно я не говорю о кризисе исполнителя а уродливых каких-то формах этого исполнения но задача то ставилась именно такая можно почитать кстати вспомнил про беломор канал давайте посмотрим как целую таскать делегация советских писателей во главе с горьким отправилась туда командировку были написаны очерки сейчас сигарет но это сталинская фальшивка там то да сё вот я не с горьким не могло быть фальшивок да послал бог да вот это другой был человек да и вес его в мире в то время был не тот чтобы можно было сказать давай там что-то сделать вот задача ставилась и кстати говоря она же была грандиозно выполнена канал это как сказал текут куда надо впадали да и куда надо впадать сейчас они текут и сейчас впадают корабли по ним ходят я прошу прощения сейчас стоишь в ростове-на-дону на мосту через дом и вот со стороны каналы не знаю как же были на шоссе идут баржи системы там река морят толпой это это было нужно это сделали это для экономики это грандиозно да очень большой элемент ручного труда нищая страна очень слабо было с техникой и вот этим вот трудом было создано одно из чудес света я думаю не хуже пирамид то что полезнее это точно почему бы нам вот этим вот наследником почему мы отказываемся от наследства ну что идиоты это наследство чистое не обремененная долгами почему мы от него отказываемся мы что совсем нездоровые надо принять наследство и надо с ним что-то делать полезное дальше иначе наше историческое предназначение будет выглядеть как не знаю предназначение вандалов разнести все кедрине и фене и оставить после себя какие-то руины зачем же это надо то что мы продолжим слушай 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 Продолжение следует...